Встреча с Национальным конкурс Встреча с Национальным конкурсом 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 Почему тогда вдруг Яр, который, в общем-то, совершенно, ну, наверное, совершенно выдуман, хотя тоже Есениным он писался на каких-то документальных моментах, но вот то, как он снят, он выглядит совершенно нереальным. Вот почему вдруг такой фильм? — Самое интересное, что мне напротив говорят, какое документальное кино, да? То есть, видимо, совершенно, да, разные точки зрения на это всё. Я-то тоже не считаю, что оно документально по своей основе. Мне кажется, что это абсолютно, как бы, игровое кино с некой условностью даже игровой. — Время жертвы гораздо более документально. — Ну, возможно, возможно, хотя мне кажется, что там тоже много очень условностей, там история документальная в основе. Знаешь, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что мне очень нравится Есенинская повесть, на самом деле. Мне кажется, что он вот в этом тыр-борщу, потому что она ещё, в ней нет формы. Он слишком молод был для того, чтобы освоить вот эту огромную форму, в которой писал, но в ней есть какой-то посыл совершенно современный. То, чего раньше о России никто не проговаривал, да и позже не очень проговаривал, да, про то, про разрыв человека с корнями, насколько он необходим. В России всегда была другая тема. А здесь от Есенина, которого, в принципе, ждали всегда почвенничества, да, он вдруг напротив себя, как бы, говорит о себе, как западника, говорит о России, как западника. Он говорит, что человеку для того, чтобы сохраниться, надо порвать со своими корнями и начать совершенно другую новую жизнь. — Хотя для российского менталитета это почти дико. — Нет, это совершенно идея авантюрная, да, но она мне близка, она мне близка, и поэтому, когда мне предложили, это же не моя затея была с этим фильмом, Лида Боброва должна была это снимать, и она написала сценарий, но она отказалась, потому что она решила снимать Шукшина, уже дали деньги, и, в принципе, Лида посоветовала, значит, продюсерам, чтобы я работала над этим фильмом. Я прочитала сценарий, и это был не мой сценарий, они на основе Есенина сделили такую мифопоэтическую историю. Я сказала, что я обязательно возьмусь за этот фильм, если мне разрешат переписать сценарий. Мне разрешили, я его переписала. От него там ничего не осталось, там вот от этой мифологии ничего не осталось. Скажите, а вот когда вы работаете с актёрами, они для вас больше являются неким материалом, из которого вы лепите образ, или всё-таки они полноценные соавторы? Мне бы хотелось, чтобы они были полноценными соавторами, да, потому что мы даже на пробах, он мне нужен не как актёр, а как человек со своей биографией. И мне это в нём интереснее, чем его выучка. И мы пытаемся через его биографию прийти к его роли. Таким образом, я для Яры отбирала, собственно, ровно так же я отбирала бы и типажей. Как я отбирала типажей для «Время жатвы», вот единственная Люда Моторная была профессиональной актрисой, да, потому что, на мой взгляд, мне бы всегда хотелось, чтобы актёр сыграл только одну роль, да, что невозможно. Чтобы он не тиражировал себя, чтобы он не тиражировал своё лицо, свой образ. Так нельзя, так не бывает. Актёр должен работать, это его игра. Но мне интересна его личная биография, и может ли он вытащить роль из своей биографии, а не из своей профессии. Ну и последний вопрос. Как председателю жюри, что вы ожидаете от национального конкурса, и ожидаете ли вообще чего-то? Ну, мне очень хотелось бы, чтобы там было хорошее кино, и я ожидаю новых имён, потому что я, в принципе, неплохо знаю, что происходит в документальном кино в России, да. Но если появится какое-то новое имя, я буду очень рада, потому что это всегда очень нужно, чтобы появились новые имена. Я думаю, мы все будем этому рады. Спасибо большое.